мне кажется стало просто модно набрасываться на нашу больную сборную ну вот и после матча с ираком там кто-то не увидел какие какой-то яркости в глазах кто-то не заметил какой-то особой страсти у футболистов еле-еле обыграли рак и первый тайм там был плохой да первый тайм был действительно плохой и надо сказать что во многом причина в том что сергей писейков то тренировался конечно со сборной но не готовился играть этот матч этот матч должен был играть саш селихов но александру стало плохо затемпературил и его отправили в москву но и в результате сергей писейков занял место в воротах ну или что да ну вот немножко понервничал в первые там 15-20 минут потом все наладилось и футболисты стали спокойно себя чувствовать атакующие я имею ввиду те кто впереди играет и момент стали создавать что хочется отметить конечно сборная ирака слабее команды ирана но технику их никто не отменял во первых а и очень техничные во вторых у них тоже было большое желание сыграть хорошо их новый тренерский штаб пока не проигрывал до матча с россией в третьих наверное за сборной ирака и наши защитники никогда не играли причем наша сборная то но не то что будет сейчас сборная да это вот 11 игроков которые выходят на поле им сложно потому что таком сочетании никогда не играли может быть тренировались какое-то время но не играли ведь там у нас и два центральных защитник вы было перед сбором и во время сборов там выбывали игроки и литвинову пришлось там вторую игру подряд провозить течение трех дней так далее то есть здесь очень много сопутствующих факторов а во втором тайме одной заменой карпин все сделал как надо вышел на поле миранчук сразу забил гол через две минуты на сказать что еще и соболеву не везло не только футболистом сборной ирака не везло в моментах до соболеву не везло но выиграли бы мы 53 ну кого кому от этого стало бы хуже лучше 5-3 было бы ярче до чем 20 но 20 лучше для вратаря наверное тренера вратарей сам второй гол хороший получился совершенно еще был момент где миранчук должен был забивать 3 не забил ну ладно мы все это спишем ничего страшного ведь у ирака тоже были момент но они были только в первые 30 минут матча обратите внимание потом уже ни одного момента они к нашим ворона наш половин практически не переходили вались сборной ирака с физикой там немножко швах у наших с физикой все нормально заменца я не понял только вот до лера кузяева да но судья мне кажется просто удалил его чтобы не было какой-то потасовки так там ничего такого даже на желтую наверно не тянул этот эпизод просто бред тем более что провокатором был футболиста сборной ирака зачинщик в этой ситуации что еще хотел сказать тут то сергею пеняеву отвесили столько комплимента за этот матч и звездочка ты наша и надежда нашего футбола и светлое пятно на фоне там какой-то мрачной сборной оставьте пацана в покое честное слово 18 лет ему и а то он так и останется пятном да причем светлым перестанет быть совсем скоро пусть играет футбол до пеняев литвинов еще там денисов еще какие-то ребята пока получают удовольствие от игры в сборной пусть играют пусть стараются для них это большой праздник это класс остальные ребят просто делать свое дело те кто постарше да это тоже хорошо но не надо вот как сказал старший берлиндинов не надо делать во первых из него второго месте это правда но во вторых но в действиях сергей пеняева еще очень очень много брака и поэтому возносить его до небес но не надо пожалуйста не хочется действительно чтобы он остался каким-то пятном не более того ну и немножко хоккей хоккеем тут многих хоккеисты и хоккейные деятели стали заявлять по поводу нужен ли нам чемпионат мира и высказался в конце концов максим сушинский по этому поводу что он давно говорил что нам не нужен никакой чемпионат мира что это просто ерунда полнейшая да пусть там играют те кто вылетел из кубка гагарина зачем мы это делаем тут момент достаточно спорный сборной россии принято играть всем лучшим и для нас чемпионат мира всегда был мирил для нас это было серьезное соревнование которое надо было выигрывать на котором надо было успешно выступать и обратите внимание во время чемпионатов мира по хоккею мне даже вот мои коллеги дают который за спортом особо не следят но говорят что во время чемпионата мира по хоккею всегда забиты бары там особенно когда начинается плей-офф за сборной россии болеют это вот наверное какая-то часть народа если так пафосно заявлять сборной россии действительно народу нужно и раз в год в мае да то есть на какой-то период на период как минимум плей-офф чемпионата мира по хоккей народ собирается и болеет за сборной своей страны если очка от мир проходит не у нас где-то в другом месте того болеют барах и даже те люди которые хоккей не особо интересуются на этот период интересуются хоккеем и отправлять туда тех кто вылетел не в первом там раунде даже плей-офф а тех кто вылетел и не попал в плей-офф но это было бы в какой-то степени странно тем более чемпионат мира начинается в мае а в апреле там у нас благополучно заканчивается обычно плей-офф кубка гагарина почему туда не ехать сильнейший другой момент что нас то исключили да и когда мы туда вернемся никто не знает ларионов и вовсе предлагает выйти из их афе да и чтобы они потом типа нас уговаривали чтобы туда вошли но нет без нас обошлись один раз обойдутся другой раз вот завтра стартует чемпионат мира по хоккей с мячом там в первый раз обойдутся без нас конечно это будет говно а не чемпионат мира но ты тоже ничего не меняется его проведут и шведы и наконец-то после долгого перерыва станут чемпионы а то даже у себя на родине не могли не могли выиграть и вот сейчас вот в деревне недалеко от города векше вот этот чемпионат мира будет проходить и шведы наконец-то вот в этой деревне где живет 500 человек но есть большой крытый каток рассказал даже дворец спорта с большим крытым катком большой арены ледовый вот и там шведы наконец чемпионами станут а вот если не станут вот это будет хохма но других вариантов просто нет все на сегодня все на сегодня